Около кабинета Геннадия Гудкова пока еще старая табличка, очевидно, что в ближайшее время ее поменяют. Изначально Единая Россия и ЛДПР наставили на том, чтобы прервать полномочия своего коллеги. В свою очередь коммунисты, естественно, справедливо-россы, соратники по партии, утверждали, что оснований для этого нет. Вот так Геннадий Гудков, 11 лет проработавший в здании на охотном ряду, в последний раз спускался в зал заседаний в качестве депутата. Старался держаться по-боевому. Я умею держать удар в любой удар. Мы пишем какую-то новую страничку из Старой России. Я думаю, что она сегодня будет написана. В зале долго спорили о том, как вообще рассматривать вопрос. Решили сначала дать слово представителям правоохранительных органов, затем по три вопроса от фракции и обязательно выслушать самого Гудкова. По данным следователей, получив депутатские полномочия, он не просто владел акциями предприятий, но и принимал активное участие в управлении бизнесом, а это запрещено законом о статусе депутата. Он регулярно присутствовал на заседаниях о коломенский строитель, голосовал по вопросам повестки дня и подписывал протокол, в частности от 12 ноября 2009, 29 июня, 26 июля 2010 года. Гудков не прекратил руководить вышеназванным юридическим лицом и, будучи депутатом Госдумы, уже нынешнего созыва. Когда выступал зам генпрокурора, Геннадий Гудков засмеялся. Он по-прежнему настаивает, что доказательство в отношении него фальшивка. Речь идет о копии протокола общего собрания участников компании «Коломенский строитель» от 5 июля 2012 года. Она есть и в нашем распоряжении. Здесь указано, что на собрании присутствовали супруги Геннадий Владимирович и Мария Петровна Гудковы. Есть дата и подпись. Это, настаивают следователи, как раз пример участия в управлении коммерческой структурой. Кроме того, есть и конфликт интересов. Заместитель главы Комитета по безопасности и глава Подкомитета по частной охранной деятельности владел акциями нескольких крупных охранных структур. Получается, что Гудков мог напрямую влиять на подготовку законов, имеющих непосредственное отношение к его бизнесу. Гудков также использовал депутатский статус для отстаивания интересов своих структур. Следствием проверяются факты оказания Гудковому покровительства частному охранному предприятию «Опантан». 12 мая 2012 года Гудков лично прибыл в офис ООО «Пантан» во время исполнения сотрудниками полиции решения об изъятии оружия и потребовал предоставить ему имеющуюся документацию, связанную с проведением проверки, после изучения которой в телефонном разговоре с руководящим работником Главного управления охраны общественного порядка МВД России настаивал дословно на измедлительном прекращении изъятия оружия. Вот та самая запись. На ней слышно, как депутат пытается оказывать давление на оперативников и даже апеллирует к занимавшему в то время должность министра внутренних дел Рашиду Нургалиеву. Даже если Рашид Бумарович лично дал команду, я просто завтра подниму всю прессу чертой матери. И во все эти люди с Бульваров, которые сегодня там гуляют, контрольные прогулки с писателями, со всякими там Веллерами, Акуниными, Пархеновыми, они завтра придут по моей просьбе к МВД. И останутся там на несколько дней, может быть там на неделю. Я сейчас тогда еду по министру, там сейчас идет совмещание. Я сейчас просто на это совмещание войду, пользуюсь депутатскими предстоятельствами. И по требованию объяснений, вы хотите этого, я сейчас это сделаю. Дело Геннадия Гудкова уже обсуждала депутатская комиссия во главе с Владимиром Васильевым. Она и рекомендовала вынести этот вопрос на пленарное заседание. Если ты депутат, то среди равных тебе могут дать оценку, что ты нарушил закон. И в связи с этим тебе придется снимать полномочия. Таков закон. И общество говорит, что все вы там приблизительно такие. Не хотите ничего делать. Помните эту формулировку насчет жуликов и воров? Давайте ее растянем пошире. Вот сейчас кто фракции принимает решение. Кто жулик-то? Кто жулик-то? Давайте посмотрим. Выйдя на трибуну, Геннадий Гудков стоял на своем. Бизнесом не занимался, закон не нарушал. А выгнать из Думы его якобы решили из-за участия в акциях оппозиции. Если вы думаете, что я вышел на эту трибуну оправдываться в отношении этих абсолютно глупых, фальшивых зачастую, наспек сляпанных обвинений, так называемых, глубоко ошибаетесь. Не дождетесь. Вам плевать не Конституцию, которая говорит о том, что только суд может установить вину человека. И каждый человек имеет право на судебную защиту. У меня, конечно, нет иллюзий по поводу нашего суда. Но даже в этом судебном судебном суде вы не отказываете. Вы не отказываете в адвокатах, вы не отказываете в премии сторон, вы не отказываете в праве задать вопросы и получить ответы. Вы не отказываете в конечном итоге в праве на апелляцию. Это судилище, это не суд. В Единой России утверждают, никаких политических мотивов в этой истории нет. Лишение депутатского мандата это всего-навсего возвращение в то состояние, в котором живут 140 миллионов граждан нашей страны, и вы называете это расправой, а люди с ужасом слушают вас и говорят, кем вы замнили себя? Новым дворянством? В ЛДПР тоже критиковали Гудкова, даже за то, чем он занимался еще до того, как стал депутатом. Вы полковник КГБ, вы должны были сохранить Советский Союз. Вы были в пятом управлении, который душил нас оппозицию. Сегодня, когда вас немножко против шерсти хотят погладить, вы говорите, расправа. Вы чем занимались 73 года? Вы уничтожали любую демократию, как полковник КГБ пятого управления, которое было создано специально по борьбе с нами, с оппозицией. Сторонники Гудкова предлагали или снять тему с обсуждения, или голосовать тайно, рассчитывая, что часть депутатов пойдет вопреки мнению фракции. Любой депутат должен отвечать перед законом. И, кстати, ведь на Совете Думы мы и предлагали, вернуться в правовое конституционное ложе и все-таки переформатировать вопрос и ставить вопрос о решении депутатской неприкосновенности. Но голосов коммунистов и эсеров недостаточно, чтобы повлиять на решение палаты. Геннадий Гудков, направляясь к трибуне с последним словом, тоже хорошо это понимает. У меня есть надежда, что все это вот безобразие, все это шабаш вень, вот это ненадолго. Мне сегодня стыдно за власть, что она так поступает. Мне стыдно за страну, которая сегодня видит вот это все. Когда вы, умные люди, превращены в послушных болванчиков, которые под надзором будут голосовать. После выступления из зала раздался крик Иуда. На это заявление разгоряченный политик ответил непарламентским выражением. Открытое голосование. 291 депутат за то, чтобы лишить мандата. Решение принято. Несколько единороссов с мнением своей фракции не согласились. Против прекращения полномочий Гудкова проголосовал Станислав Говорухин. Борис Резник воздержался, Александр Хинштейн в голосовании вообще не участвовал. Вопреки мнению фракции, уже за лишение Гудкова статуса депутата проголосовали также несколько справедливоросов. Левая позиция, в свою очередь, направила в Конституционный суд запрос о правомочности состоявшейся процедуры. После голосования Геннадий Гудков пожал руки своим коллегам, теперь уже бывшим, и направился в кабинет. Сейчас попью кофе и решу. Я думаю, что ничего у меня не изменится в жизни. Я как был одним из активных участников протеста, потому что уже не такая статус. Полномочия Геннадия Гудкова прекращаются с сегодняшнего дня. Вместе с депутатским значком, кабинетом и зарплатой он теряет неприкосновенность. Ближе к вечеру экс-депутат покинул здание Думы в сопровождении лидера фракции СССР Сергея Миронова. Сторонники приветствовали его аплодисментами, а противники – ревом фанатских бутов. В ближайшее время Геннадий Гудков планирует поездить по стране. Не исключено также, что он снова вернется в Думу в качестве помощника другого депутата Дмитрия Гудкова, своего сына. Кстати, сегодня в ЦУМ опубликовал данный опрос общественного мнения. Согласно выводам социологов, 61% респондентов поддерживают лишение Геннадия Гудкова депутатских полномочий. 14% относятся к этому отрицательно. Кроме того, примерно 66% опрошенных ожидают, что вскоре последуют санкции и в отношении других парламентариев, совмещающих бизнес и депутатскую деятельность. При этом большая часть из них полагает, что это произойдет вне зависимости от партийной принадлежности. Алексей Петров, Павел Рудаков, Михаил Симаков. Первый канал.